Часть первая, книга первая. Эта книга, как вы уже, наверное, обратили внимание на английском языке, потом постараемся ее переводить на русский язык. Может быть, будут какие-то моменты, которые потеряются в переводе, но постараемся быть наиболее, максимально точны в переводе. Сейчас мы поговорим с вами об источниках. Евреи ничего не придумывают нового. Большинство еврейских законов, еврейских традиций, они основаны на чем-то. Они основаны на наших мудрецах, они основаны на том, что было уже написано в книжках задолго до этого. Соответственно, и здесь, где, в каких комментариях мы можем найти важность распространения универсальных законов, важность того, что мы все должны улучшать этот мир. Начнем мы, конечно же, с Рамбама, маймонида, знаменитого лидера, раввина еврейской истории. Наверное, многие о нем слышали. Мы больше поговорим о нем в следующих главах. Это будет личный пример его, который был виден. Но, тем не менее, Рамбам пишет следующую вещь. «Люби Господа Бога твоего». Наши мудрецы объясняют, что такое любить кого-то, любить Господа Бога твоего. Во-первых, это имеет отношение ко всему человечеству. Не какая-то группа людей, не какая-то часть людей. Все человечество должно любить Господа Бога твоего. Теперь, что такое любить? Когда человек поистине что-то любит, он готов с этим делиться, он хочет этим делиться. Последний фильм, который вы посмотрели, который вам очень сильно понравился. Я уверен, многие из вас пересылали название этого фильма своим друзьям. Книгу, которую вы прочитали. Или, может, просто какая-то смешная гифка, которую вы получили. Достаточно часто люди делятся, пересылают ее всем знакомым. Некоторых это иногда, может быть, это бесит. Но, тем не менее, нам это понравилось. Мы хотим с этим делиться всем. Может, даже тот же чай, последний, который мы попробовали, который нам понравился, мы расскажем о нем большинству наших друзей. Точно так же и здесь. Люби Господа Бога твоего. Когда мы любим Бога, когда мы любим Божественность по-настоящему, когда мы находим смысл в нашей жизни, разумеется, этим мы тоже захотим поделиться со всеми нашими друзьями. Это и есть, по мнению комментаторов, то, что и говорит Рамбам. Люби Господа Бога твоего. Еще один достаточно знаменитый раввин, достаточно знаменитый мудрец еврейского народа – Раби Акива. Что он говорит? Он говорит, что человек создан по образу Бога. Что имеется в виду по образу Бога? Такие же уши, такой же нос? Не совсем. Он создан с теми же качествами, которые есть у Всевышнего. Это щедрость, милосердие, любовь и забота ко всем людям. Ко всем людям одинаково. Из этого тоже комментаторы учат того, что мы должны относиться к каждому человеку. Каждый из нас должен смотреть на другого человека подобие Всевышнего. Как часть того, что приятно нам. Возвращаясь к комментарию Рамбама «Люби Господа Бога твоего», когда человек любит кого-то по-настоящему, он любит все, что связано с этим человеком. Когда мы любим кого-то по-настоящему, мы не говорим, ну, вот это мне в нем нравится, а вот это я бы поменял. Когда мы истинно любим другого человека, мы любим все, что касается его, и все, что важно его, важно для нас. Если мы хотим знать, что важно для Всевышнего, это каждый человек в этом мире. Еще один мудрец Торе, один из мудрецов еврейского народа, Раддак, говорит, что еврейский народ – это свет наций. Что такое свет наций? Что такое нести свет? Солнце, оно не греет только себя, оно не светит только для себя. Лампочки в этой комнате, они здесь не только для себя, они освещают все. Они делают так, что мы видим этот стол, они делают так, что мы видим эту кружку, эту книгу, все вокруг нас мы замечаем, мы видим. Точно так же, если мы говорим, что еврейская нация – это свет наций, это означает освещать все вокруг себя. Делиться теми знаниями, делиться, может быть, той мудростью, которая есть, со всеми людьми в мире. Делиться с каждым человеком. Ведь, давайте честно говорить, когда у человека есть что-то хорошее, он должен этим делиться с другими. Сейчас мы посреди пандемии, посреди ковида. Если какая-то страна, если какая-то нация найдет лекарства этому, найдет излечение этому, то, разумеется, они должны делиться с этим, со всем человечеством, с другими странами. Они не могут отставить это только для себя, для своей страны, сказать, а всем остальным – удачи. Нужно делиться. Нужно распространять тем хорошим, что у нас есть, той мудростью или знанием, которое и есть. И это касательно мудрости Тора, касательно тех заповедей, которые дал Всевышний. Сефер Хасидем пишет, что человек, соблюдающий семь законов наука, семь законов, универсальных законов человечества, достоин похвалы и приравниться к самым большим праведникам. Более того, в Сефер Хасидем написано, что если человек видит, что кто-то что-то нарушает, кто-то что-то делает не так, и он может на него повлиять, он не только ему разрешается сделать, он обязан это сделать, но обязан остановить другого человека от той или иной неправильной вещи, которую он может сделать. Явный пример, мы это видим. Йона. В самый святой день для еврейского народа, праздник Йом-Кипур, одно из главных чтений, которое у нас есть, это Мафтер Йона. Мафтер Йона, которую мы читаем, за которую люди готовы платить огромные деньги, чтобы ее прочитать. Что делал Йона, что он должен был делать? Всевышний послал его в Нинве, в город, совсем не связанный с евреем или с Израилем, для того, чтобы они раскаялись, для того, чтобы они сделали то, что называется на иврите Чува, исправить свои поступки. То есть, другими словами, любой человек, который может помочь другому человеку, он обязан это сделать. Если он может остановить его от проступка, если он может остановить его от какого-то плохого дела, то он обязан это сделать. Балатурим объясняет, то, что 10 заповедей, которые были даны на горе Синай, в этих изречениях, 10 заповедей, есть 620 букв. Почему 620 букв? 613 из них, это относится к 613 заповедям, которые были даны еврейскому народу, и 7 универсальных заповедей, которые даны всему человечеству. Соответственно, 613 плюс 7 равняется 620. На этом мы заканчиваем с вами первую часть в первой главе. Сегодня мы с вами посмотрели первые источники. Мы поняли, что говорят еврейские мудрецы, великие раввины, о важности деления мудрости, знания со всем миром. До встречи во второй части. Субтитры создавал DimaTorzok